Секреты макияжа Секреты макияжа Катя, дорогая, подойдите к нам Присаживайтесь Катя переживает из-за несовершенства кожи Что мы можем этой девушке предложить? На самом деле я хочу сказать, что не так все страшно Я тоже Тут есть маленький нюанс, но на мой взгляд Все абсолютно в наших руках Я с удовольствием дал сегодня дельные советы Катюш, мы все с вами потом запишем Окей? Сегодня мне бы хотелось сделать красивый, шикарный тон на вашем лице Хорошо? Начнем с этого Да, первостепенно Я бы хотела рекомендовать сразу же немножечко очистить кожу И рекомендую Что это лосьон? Это лосьон, да Рекомендую обязательно убирать, если у вас на лице был дневной крем Убирать его с лица То есть мы обезжириваем кожу? Обезжириваем обязательно Абсолютно верно Мы ее чистим, обезжириваем Снимаем липкий слой Потому что, как правило, в тех местах, где у нас есть окне В том месте кожа имеет более сальную текстуру, более жирную Да, конечно, естественно, потому что кожа вырабатывает их Это все-таки или возраст, или питание, или обмен веществ Так ли? Абсолютно верно Тем более Есть момент такой, что если вы постоянно пользуетесь тональными текстурами Вот в этом месте И не обезжириваете Согласна, да И потом, если мы неаккуратно умываемся Вот я просто дам совет Конечно, косметика должна очень тщательно смываться перед сном Это, по-моему, каждая женщина должна знать Ну и, конечно, умываться надо чистой водой И регулярно следить за тем, чтобы полотенце ваше было потом совсем белое, а не розоватое Всегда свежее От тона, от грима, потому что иначе поры не будут дышать Согласна абсолютно Спасибо, Александр С чего мы начнем? Очень важно правильно выбрать базу под мейкап Потому что база это момент, который удерживает и корректор, и тон, и пудру И если база будет неправильно выбрана, макияж просто поплывет Поэтому я буду использовать такую прозрачную базу Которая называется oil free То есть она не содержит маслянистый компонент Она не жирная Не жирная Она выравнивает текстуру И вы пользуетесь вот такой широкой кисточкой Можно использовать пальчики А можно и пальчики Абсолютно возможно Я наношу ее точечно То есть я стараюсь в зону под глазки не наносить эту базу И обратите внимание, что она выравнивает немножечко бугристую кожу Она не дает сальным железом работать активно И есть ощущение, что кожа стала даже немножечко другой текстуры Нам необходимо ликвидировать цвет То есть зону, которую мы хотим сейчас замаскировать И очень важно использовать корректор Специальный корректор для того, чтобы скрыть цвет Я бы хотела обратить внимание, что есть похожие слова Корректор и консилер Но это совершенно две разные текстуры Я бы хотела на этом остановиться и объяснить, что Корректор это более плотные профессиональные текстуры с определенным цветом А консилеры это более жидкие текстуры Они бывают очень часто с кисточкой И имеют прям такую текстуру полупрозрачную И в основном они наносятся в зону вокруг глаз Для того, чтобы высветить какие-то нюансы и так далее То есть они не перекрывают цвет Они работают только цветом Может быть тоже их легче Консилеры не годятся Консилеры не годятся Нам необходим корректор И вот здесь возникает вопрос цвет Необходимо вычленить тот цвет, который вы хотите скрыть Например, если несовершенство кожи имеет темно-бордовый оттенок Нам необходим цвет, приблизительно похожий на такой оливково-зеленоватый Если несовершенство у нас имеет Например, есть нюанс Пигментное пятнышко Оно имеет такой коричноватый фиолетовый оттенок Тогда мы можем использовать темно-розовый цвет Даже есть корректоры необычных цветов Обратите внимание, даже такой цвет бывает Если перед нами момент, например, синеватый или фиолетовый То мы выбираем темно-желтый цвет То есть вот такие цвета Сегодня в этой ситуации Они, значит, немножко контрастные То есть это хороший очень совет Надо всегда выбрать контрастный цвет Контрастный цвет Я понимаю, почему, как художник То есть чтобы база вошла в противовес стонам Иначе мы никогда ее не закроем Вы запомнили? И наша Катюшенька прекрасная У нас есть маленькие нюансы По стакне, да, по цвету Оно имеет немножечко такой бордовый оттенок Поэтому я буду использовать как раз Вот тот самый оливковый подтон Причем абсолютно, Катюш, не бойтесь такого цвета Это можно использовать даже при дневном освещении То есть вы можете утречком встать И сделать себе такой легкий мейкап Значит, я буду выбирать совершенно небольшое количество И буду действовать маленькой кистью Прямо практически, Александр, обратите внимание Как совершенно уходит у нас оттенок Я работаю... Это видно на камере сейчас очень хорошо Я смотрю на экран и вижу, как исчезает моментально краснота И мы видим совсем другой результат Это прекрасный совет А вот мне очень любопытно Вот в этой палетке, я ее возьму в руки Да, конечно Есть еще и зеленый цвет Яркий зеленый цвет А для чего же вот такой яркий? Я бы его назвал все-таки нефритовый зеленый Для чего нужен нефритовый зеленый цвет? Что с ним делать? У нас несовершенство кожи часто бывает разных оттенков Так вот, как раз, если это свежее несовершенство И оно имеет такой яркий красно-розовый оттенок Я понимаю, когда он особенно противный Особенно противный Какой наш следующий шаг? Наш следующий шаг Мы выбираем тональное средство Потому что в любом случае Есть легкий такой оттенок до кожи В том месте, где мы замаскировали Она имеет такой немножечко холодноватый оттенок Поэтому мне необходимо сейчас сравнять всю кожу, Катину Сделать ее абсолютно идеального цвета Поэтому мне необходимо сейчас полностью затонировать ее лицо Я выбираю тональную текстуру Вот более жидкая текстура, которая может практически... Здесь два тона Смотрите, она похожа на воду Даже можете попробовать, Катюш, попробуйте пальчиком Вот такая практически на водной основе тональная текстура И эту более плотную попробуйте Вот вы чувствуете, да, что она более кремообразная Так вот, чтобы скрыть сейчас нам Те несовершенства, которые мы замаскировали Нам необходим более плотный тон Он еще со светоотражающими частичками Будет визуально все выравнивать Будет идеальное абсолютно лицо И мне нравится, что в данный момент Есть такое разнообразие тональных средств Что мне кажется, что может любая девушка Прийти и потратить, например, один час в магазине Выбрать себе абсолютно идеальную, подходящую для нее Тональную текстуру И каждое утро наслаждаться процессом макияжа Скажите, вы предпочитаете тональные средства матовые Или с отражающими частицами? Если мы говорим о проблемной коже О проблемной коже тут тоже немножечко по-разному Если мы хотим для дневного варианта Выглядеть более естественно Светоотражение Если это вечер, да, и нам нужно, чтобы фотография хорошо работала на нас То это будет матовая текстура Вот это интересно, да Она более живая Утро и вечер не похожи Немножечко не похожи Я сейчас делаю утро Утро свежее, роскошное, замечательное И еще один важный этап формирования идеального цвета лица Конечно же, это закрепление всего того, что мы сделали только что Это пудра Это пудра, да Какой должна быть пудра? Я рекомендую использовать рассыпчатую пудру А, это прекрасный совет Да, потому что все-таки компактная пудра более плотная Опять, если мы касаемся каждодневного макияжа Все-таки хочется, чтобы лицо было более естественным и живым На телевидении мы часто как раз используем вот такую рассыпчатую пудру Рассыпчатую пудру И еще раз пройтись, например, рассыпчатой пудрой, да, по лицу Катенька, давайте мы вам дадим зеркало Ручное зеркало Потому что Катя еще себя не видела А вот сейчас, Катя, скажите, что вы думаете? Катюш Лицо очень посвежевшее, ровное Я вообще даже не узнаю себе Нет, ну видите, это еще без макияжа губ Без макияжа, да Без коррекции бровей, которые наверняка вам сделают Без глаз, без румян Здесь была просто такая базовая процедура Холст То есть холст, который готов сейчас для живописи Вы, душка, себя недооцениваете У вас действительно, правильно сказала Евелина Хромченко Внешность арт-деко Стиль 20-х годов для вас идеален Вы себя неправильно позиционируете Да, вы не Анжелина Джоли, черт возьми Но она тоже выйдет из моды, представьте себе Все меняется А ваш типаж редкий Еще покажите всем ваши руки Вот посмотрите, какие аристократические Тонкие пальцы Тонкие пальцы Вот все бы имели такие ручки Жизнь была бы счастливой Эта ручка сделана для тонких перчаток Никакая перчатка старинная не налезает на сегодняшнюю женщину У всех широкие руки А у вас очень стройные Вы красавица Спасибо Напомню, что сегодня в нашей постоянной рубрике «Секреты макияжа» Мы рассказывали, как маскировать дефекты кожи Я благодарю нашего эксперта, визажиста Ксению Никитину Спасибо, Александр Все о том, как маскировать дефекты кожи Вы найдете на нашем сайте модный.тв